Здоровайся! Здравствуйте, тетя Таня. Здравствуй, дядя Дим. Подходи поближе, говорить будешь. А что говорить-то? Сортировка и хранение мусора. Да ладно, не буду. Давай ты. Я лучше помолчу. 1% подписчиков бесит, когда я что-то говорю. Вы за что мне, Дмитрий Юрьевич, так обидели, что у меня парень даже говорить не хочет. Скоро снимать откажется. Я же обзор одна снимать без него не смогу, имейте в виду. Насчет этого они говорят, что все нормально. Снимаешь ты годнотуру, но говоришь ты как пьянь последняя. Дим, прекратите мне обидно. Да сам в шоке. Ну мне обидно, так нельзя. Нет, говори про меня обидно тебе. Да, потому что когда меня булочкой назвали, тебе же обидно было. Ну да, ее расстроилась. Вот и я расстроилась. Ну я булочка. Да вот и я расстроилась, моя пьяня. Ну все, договорились с булочкой. Пошли. Я не знаю, что же интересно. Вот логику людей где, да? Мы приезжаем за 300 километров. Из-за руля выходим. Дим немножко передыхает, кушаем. Я привожу себя в порядок, переодеваюсь, крашусь и мы идем снимать. Я повторяюсь в сотый раз. Почему у меня бывают затыки в мыслях, в словах? Потому что, во-первых, я слежу сейчас за таймингом в дисплей фотокамеры. За звуком? Во-вторых, у меня наушники. И я слышу себя, свой голос. И Татьяне, тем самым, следя за качество звука. И третий, мне нужно еще что-то умное сказать после этого. А еще за картинкой следить. И за мной, как я бегаю. И за мной, как я бегаю. Звук, да. Я должен третий еще умные вещи вам запердывать. Слушай, а ты где-нибудь вообще видел, чтобы операторы умные вещи говорили? Чтобы их вообще слышно было. Они говорят, но их не слышно. Вот матом, да? Да. Так, ладно, это лирика. С вами неугомонные просины. Да. Ютуб-канал про Икеи. Это для того, кто первый раз попал и не может понять, о чем здесь идет речь. Кстати, мы же с новыми микрофонами? Да. Может быть, сейчас я буду более четче говорить? Дмитрий Юрьевич, от вас ждут булгаковских напевок. Вот такие теперь у нас штучки. Маленькие-маленькие. Легкие-легкие. Юрьевич уже замотал всякую штуку для Ютуба покупать. Дорогуч. Ну, ты в этом месяце все, что с Ютуба пришло, все, потратил. Даже больше. Полуэм. Так, ладно, поехали. Все, поехали. Все, опять в полталоне ушло. Занимаемся. Дим, ну забей на это и все. Нас попросили показать, что в Икеи есть вообще в России. Именно для сортировки мусора. Потому что в европейских Икеи отличается арсортимент кардинально. Дальше же себя повешу. Поможешь тебе? Нет, не надо. Давай. Он на прошибке? Конечно, мы очень сильно отличаемся от Европы в этом плане. У нас еще не настолько это развито. Плюс у нас нет таких полноценных перерабатывающих заводов, как, например, в той же Швеции. Но, тем не менее, у нас есть что показать. И я думаю, вам понравится. Начнем с контейнеров. Плюс вечером мы начнем обзор продукции икеистской. Я хочу обратиться к представительству Икеи России. Не знаю, ну как правильно, наверное, так будет? Да. С официальным предложением от нашего канала на то, чтобы вы нам предоставили товар на обзор. Например, стеллаж или любую другую вещь на обзор. Более подробную. Чтобы мы могли более детально и более качественно сделать обзор. Чтобы уже было, да, я все понятно. Не бегать по магазинам. Почему и как, да. Потому что бегать по магазинам, мы все-таки не можем до конца показать всю правильность. Не показав всю, может, ту задумку дизайнерскую. А в покойном, когда вы подоставите нам тот или иной предмет мебели, интерьера или посуды, и так далее, ну не важно, да? Мы в студии все сможем обозреть. Да. Или обозреть. Поэтому ждем от вас предложения, наверное, от почты. На эту почту будем вас ждать. Очень нам интересно. Даем вам свою руку на ближайшее долгосрочное сотрудничество. А я уверен, что с нами не свершится. Ну все-таки надо первым предложить. Да, мы согласны протянуть руку, но я даже с собой готова поспорить, что с нами не свершится. Ну, пусть будет. Просящий ему дают. Давай. В общем, мы сейчас находимся в отделе хранения, где вся сортировка. Я бы, конечно, хотела переместиться с контейнером. Вот пока мы сюда шли, я думал, многим обзорчикам бесплатно дают технику более дорогую. И все, что угодно. Ты же не миллионный? А? Ты же не миллионный канал? Нет, нет. Есть те, кто более узконаправленные по каналу. Есть и 3000, чем дают на обзор товара. Посмотрим, как вы и Икея отнесетесь к нашему предложению. Посмотрим. Подписчики, давайте за руку устроимся. Кто скажет, что Икея с нами свершится, а кто скажет, что с нами Икея не свершится. Давайте к голосованию. Давайте строим голосование. А теперь пошли уже по делу. Итак, у Икея довольно-таки большое количество всевозможных контейнеров. Первая серия, про которую я хочу рассказать, но сейчас единственным экземпляром находится, это контейнеры Филур. Кстати, вот сегодня в Саранск по нашей заявке отгрузится 20 штук таких. Контейнеры Филур. Сейчас скажу объем. Стоит он, по-моему, 1300. Кстати, вот это уже к Нижнему Новгороду. Ребят, ценника нет. Описания товара нет. Называется, сколько стоит, непонятно. То есть, если мне нужно много контейнеров, я их не куплю, потому что я не вижу цены. Я не понимаю, сколько мне предстоит платить на кассе. Так, объем 42 литра. Контейнеры довольно-таки удобные. Вот конкретно куда у нас их берут? Берет сотовый оператор Тели 2 для бумаг. То есть для хранения, для сортировки. Он удобный прямоугольной формы. И еще большой жирный плюс этих контейнеров. Я попробую изобразить. Они ставятся друг на друга. И очень устойчиво. То есть можно выстроить, как вам хочется. Кстати, вот эти контейнеры Филур, они довольно-таки редко появляются. Их очень быстро пробирают. Качественный пластик, очень плотный. И если мне не изменяет моя память, она мне редко изменяет, то это они 1299. Кстати, можно дома для места корзины под белье использовать. Дальше едем. Линейка Халбар. Контейнер на 22 литра с крышкой. 799 рублей. 0,4. Это 0,8. Замой вот такой контейнер, вот с такой крышкой. Раньше линейка называлась Варьера. Крышки продавались отдельно, контейнеры отдельно. Так, во-первых, нет полноценного выставочника. Я не могу оценить крышку, как она работает. Не могу я полноценно оценить, как она крепится. Непонятно, по какой причине Нижний Новгород этого не делает. 800 рублей 22 литра. Использовать можно, опять же, под что угодно. Хранение, сортировка жестянки, пищевой отход, бумажный, стеклянный. То, что вам, в принципе, удобно. Кстати, вот он. Но почему-то не на месте. 26 сантиметров, объем 22 литра. Можно сделать маркировочку. Крышка довольно-таки удобно поднимается. Туда вы высыпаете то, что вам нужно. Потом, при необходимости, крышка поднимается. Вы освобождаете содержимое контейнера. Давай вернем его на место. Хотя мы чуть-чуть наведем порядок здесь. Этот контейнер должен жить здесь. Так, следующий контейнер. Халбар с крышкой. 22. Вот он. Да, 10 литров. Тоже 26 сантиметров. То есть можно поставить рядышком, а можно даже поставить вот так. Крышка. И крышка зафиксирована. Тоже очень удобно. Я не говорю сейчас, что конкретно сортировать. Это вы уже решаете сами. Бумажные отходы, металлические отходы, пластиковые отходы, стеклянные отходы, пищевой, ткань, бумага. Просто помните, что в Икее для этого есть элементы, которые вам могут помочь. У нас здесь есть еще два контейнера халбар. К сожалению, ценники я вам не скажу, потому что нет выставочного образца. Вот такой халбар с крышкой тоже на 10 литров, но уже с перфорацией. То есть сюда можно уже сортировать что-то большое. И огромный контейнер-халбар с крышкой. Попробую найти, конечно, литраж. 35 литров. Давай его поставим рядом с филуром. Вот за счет этой скошенной формы, получается, у нас теряется 7 литров. Да? Похоже, да. Ценника, увы, нет. Это выставочник, где должны были цены быть. Это, в принципе, основная линейка для сортировки, но, тем не менее, есть еще дополнительные предметы. Мы сейчас с вами их посмотрим. Пророк это высокие. Самые бюджетные мусорные ветра по 89 рублей ведров вниз. 10 литров черные и белые. Мы про вам много раз про них говорили. Их часто используют для... Как кашпу на улицу. Бабушки у нас в них цветочки сажаются. В белых особенно. В белых, да. Но здесь обычные уже такие, больше интерьерные корзины с ручками. Вряд ли вы будете хранить мусор в чем-то подобном для сортировки. А вот для сортировки еще можно использовать вот такие модули. Модуль называется ДИМПА. Мешок для сортировки мусора 3 штуки. 35 литров один. Комплект стоит 500 рублей. Очень удобно. Здесь есть ручки. И если мы говорим про сортировку сухого чистого мусора, например, бумаги, например, пластика, вы можете сюда сложить и прямо в этом контейнере отнести до сортировочного утилизационного пункта. Это гораздо эстетичнее, чем просто мешочек. Это удобнее и много умещается. То есть комплект из трех. И причем, смотрите, есть окошечки. Вы в эти окошечки можете сделать разделители для домашних. То есть ваше семейство тоже будет понимать, что именно вы сюда положили. Дальше. У Икеи есть вот такие транспортировочные сумки. Кнелла. 47 литров. То есть вообще на 50 литров. Это к тому, что если какие-то старые вещи, какие-то бумаги, макулатура в школу. То есть можно сложить сюда. Это не будет валяться по дому. Потом, когда будет нужно, вы это просто утилизируете и отнесете. Кстати, вот как выглядит контейнер Филур. Для него все-таки нашли полноценное место. Возможно, дело в том, что сейчас работают дизайнеры и будут переделывать всю выставку, поэтому зря мы докапываемся. Контейнеры Филур. Именно для сортировки. Как это представлено. Как оно и должно, в принципе, быть. Кстати, сдать мусорную переработку вы можете в Найка-станции. На парковке перед входом магазина Икея. Батарея Келам. Специально же у этой контейнеры. Напротив входа, выхода из магазина Икея Нижний Новгород. Металл, картон, бумага, стекло, пластиковые крышки, бутылки, пластиковая упаковка. Батарея Келам. И еще. Очень удобный контейнер с крышкой по принципу мусорного бака. Гигантиск. Стоит 3,360 литров. Темно-серого цвета. Но это уже офисный вариант. Это офисный вариант, когда нужно что-то много. Его уже кто-то здесь... Менует специально под мешок. Да, это для мешка. В принципе, вместо мусорной урны использовать можно. И есть еще вот такие ведра. 3,999 мьоса. 30 литров. Я почему не показываю маленькие ведра? Потому что в маленькие вы не будете сортировку делать. Маленькие три бумажки кинули, там ничего нет. А внутри уже ведро. Да. Ведро он 30 литров. Ну, честно, я бы лучше вон филу взяла. Большой белый контейнер. И туда можно сухую утилизацию делать. Поэтому, ребят, у Икеи много таких вещей. Контейнеры Самла, Дим. Просто покажем. Про них все знают. Мы миллион раз про них уже рассказывали в разных обзорах. По-моему, даже есть отдельный обзор по серии Самла. Контейнеры Самла тоже используют для сортировки мусора. Они есть разного литража. И сюда можно, опять же, сухую утилизацию делать. Главное, чтобы было, куда это выкидывать. И единственное замечание по этому контейнеру. Будьте внимательны. Очень боятся холода. Кто будет хранить это на балконе, этот контейнер, зимой они очень крутые. Просто крутые. Имейте, пожалуйста, в виду. Ну что, наверное, для сортировки мусора все. Как ты считаешь? Ну, больше что скажешь. Дальше идет более текстильные варианты. Ну да. А вот именно, чтобы мусор сортировать, это более удобно. У нас есть пластиковые контейнеры большие, у нас есть большие ведра и у нас есть тканевые контейнеры. Вы выбираете то, что вам по бюджету, то, что вам удобно, то, в чем вам удобно сортировать. Главное, повторюсь, чтобы это было куда отсортированное выкидывать. Потому что если вы отсортировали, но скинули все потом в общий мусорный бак, ну, смысла в такой сортировке нет. Друзья, смотрите. Серия Халбар, помимо того, что она представлена в отделе хранения, она представлена еще в отделе кухни. Вчера, к сожалению, здесь не было возможности снять, поэтому доделываем вам такую врезочку. Итак, когда вы хотите организовать, ну, такую вот длинную большую систему хранения, вы под это выделяете целый ящик, вы можете использовать еще дополнительные металлические направляющие. Здесь уже решаете вы сами. Выдвижная рама для контейнеров, стоит она 2000 рублей, 26-45, высота 31,5. То есть можно смиксовать несколько и разложить контейнеры. В дырочку мы с вами смотрели, контейнеры большие тоже смотрели. Есть еще вот такой маленький контейнер, всего лишь на 3 литра, стоит он 300 рублей для сортировки и мелкого дополнительного хранения. Поэтому, в принципе, у Кеи есть все для того, чтобы можно было сортировать мусор. И вот как это может выглядеть под раковиной. То есть ставятся выдвижные модули, вы максимально занимаете пространство, вам удобно выдвигать, удобно доставать и эксплуатировать. Ну и кто-то смотрел наш обзор до конца, мы, наверное, поговорим стандартные слова. А я хотела немножко дополнить, можно, прежде чем сказать стандартные ютубные слова? На сайте Siberian Wellness есть эко-платформа, Экозист. Она доступна всем. Вы просто регистрируетесь на сайте, мы сейчас специально, давай тогда прикрепим нашу реферальную ссылку. Это для тех, кому интересна тема экологии и для тех, кого беспокоит то, что происходит в нашем мире, на нашей планете. Мы с Дмитрием Юрьевичем ездили в мае на производство Siberian Wellness и в поселке Колывань сажали тайгу. Мы лично посадили 300 саженцев, если точнее, 290, 2 больших длинных гряды. Для чего это? Это для будущего поколения. Это воздух, это замена сожженной тайги. Компания заботится о бозере Байкалу. Компания есть фонд, мир вокруг себя. И, допустим, мы, как партнеры бренда, как представители бренда, с каждого чека, с каждого дохода, с каждой получки, зарплаты, называйте ее как хотите, инвестируем определенную сумму, ту, которую считаем нужным. И компания ее потом умножает на два. И эти деньги инвестируют снова. Более 15 миллионов за последние несколько лет было собрано партнерами вместе с компанией и проинвестировано большое количество проектов. Поэтому кому тема экологии очень интересна, потому что этот обзор, я думаю, будет специфичный. Да, Дим? Он вряд ли наберет большое количество просмотров. Это не хейт какой-то, не покупайте это в Икеа, это не новинки, это не какие-то акции. Это реальность наша, от которой стараются все отмахнуться. Поэтому кому интересно, мы специально прикрепим реферальную ссылку. Вы можете заходить, регистрироваться, она совершенно бесплатная, ничего к чему не обязывает. И там есть целая обучающая эко-платформа. Вы можете все это посмотреть, изучить. И если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, можете писать в Ютубе, Дима вам ответит на все ваши вопросы. Можете, кому удобно, переходить в Инстаграм и писать мне туда. Вот из обзорного все. А теперь давай Ютубную стандартщину. Стандартщину? Кто еще не подписан на Ядекс, я рекомендую вам подписаться там. Почему? Это почему все знают. А кто не знает, повторюсь. Я там отвечаю чаще. И там нет влогов. И рекламы. И рекламы. Ну, реклама кроме Яндекс. Ну, это уже яндексская реклама, да. Поэтому, кому нужно, заходите. Кстати, еще на Яндексе видео выходит чуть раньше. Вот это тоже, кстати, большое преимущество в сравнении с Ютубом. Поэтому, ребят, кому куда удобно, при этом вы можете подписаться на Дзен, нам будет приятно осмотреть на Ютубе. Да. Какое удобного? Пока цифру маленькую, но хочется подрасти. Ну что, друзья, большое спасибо. Во-первых, благодарю ту подписчицу, которая под мой пост в сюжете в Ютубе попросила озвучить тему. Сортировки. Тему сортировки мусора я смогла с вами поделиться полезностью в виде платформы Экосист. Возможно, кому-то это пригодится. Кто-то будет начнет сортировать мусор, либо начнет это делать более регулярно. И давайте просто думать о том, где мы живем. Заботиться о нашем доме, о нашей планете, о нашей стране. И нужно помнить, что каждый маленький шаг начинается именно с нас. Хорошо закончил, собак. Все, пока.